Итак, успешность страны от теоретических, фундаментальных логико-философских построений до практических технологий управления. Если сложную человеком созданную систему, например, корабль, ракету или любой технический объект в управлении обязательно сопровождают неким мониторируемым показателем, главным агрегированием, агрегированным единственным, ну, например, курс корабля, и по курсу корабля им управляют, чтобы прийти к намеченной цели, то при управлении страной в целом такой показатель тоже нужен для того, чтобы, а, руководство страны могло сверять свои планы, стратегии и их реализацию, б, для того, чтобы общество в политической системе могло давать оценку деятельности в рамках демократических принципов руководства страны по вполне верифицируемому агрегированному показателю. И такие показатели выдвинуты и предложены. В России, вы видите цитаты высшего уровня, это предложение фокусируется на идее конкурентоспособности национальной, страны, государства. Понять из официальных документов, что под этим имеется в виду, очень трудно, потому что это совершенно противоречиво. Обращаю внимание на эту совершенно замечательную формулу президента нынешнего страны, что конкурентоспособность должна быть присуща и человеку, и отрасли, и населению, и стране, но еще и государству. Фактически это уничтожает логически осмысленное содержание, смысловое содержание этой категории. Но все-таки можно найти в учебных пособиях, в словарях каких-то, в том числе переводных, что под таким агрегированным показателем понимается способность экономических акторов страны быть там конкурентными на каких-то там рынках. Но отсюда вытекает важнейшая подмена, а именно страна приравнивается к предприятиям. Страна на самом деле без этого агрегированного целевого показателя не может проложить стратегический путь. Она не будет знать, куда двигаться. Она должна устанавливать для себя цели. Но мы уже видим, что без ценностей цели установить невозможно. В нашей же стране в этом звене существует запрет, который фактически вот и актуализирует тему сегодняшней конференции. Как же страна, которую цели не имеет возможности ставить, которой ценность выдвинула только одну права и свободы, ее еще и пояснили, что это только для богатых, как она вообще может развиваться и быть успешной. И очень важно, чтобы разговор научно был состоятельным, определиться с понятиями. Конкурентная способность – это, конечно же, экономическая категория. И она характеризует способность производителя неких товаров, работ и услуг на рынке однородных товаров и однородного покупателя продать этот товар себе не в убыток. Понятие для фирмы, для товара, для рынка. Но при чем эти категории в случае государства и страны? На каком рынке и чем государство торгует и что значит себе не в убыток? Но на этот вопрос либеральный школа ответ дает. И мы обязаны войти в представление о категории государства, категории страна, категории сложной социальной системы, которые нам пытаются лукавым таким примитивизирующим образом представить, как институт оказания услуг населения за плату в виде налогов. Ну, фирма по продаже услуг государства имеет право так постулировать некую аксиоматику, что из нее получается, мы видим на практике нашей России и можем теоретически развернуть, к чему это на самом деле происходит. Мы выдвигаем иной подход и взгляд, и не только мы. Государство – это специфическая социальная оболочка, созданная обществом для достижения всеобщего блага. Здесь возникает целый ряд разветвлений, смысловых, очень ответственных, например, таких, что всеобщее благо – это вовсе не сумма индивидуальных доходностей, в представлениях о среднем классе, каждый, в котором живет хорошо, тогда и страна живет хорошо, и государство успешно. Такой аддитивный подход, так называемого общего или совокупного блага, принципиально отличается от идеи всеобщего блага. Эта идея корреспондирует с представлением о витальной теории о том, что сложная социальная система, страна-государство является формой жизни, целостностью, которой характерны собственные критерии. Успешность и одно из них – всеобщее благо. Поэтому возникает необходимость вместо неуместной, нелепой, непродуктивной, даже контрпродуктивной идеи, а в реальной государственной практике ошибочной идеи конкурентоспособности страны, научиться измерять успешность страны по ее целям. Вот мы можем видеть, как качественная идея всеобщего блага и суммы индивидуальных благ либерального общества отличаются, и как они тяготеют к представлениям фундаментальным о биологических системах, муравейнике, например, и той формы жизни, которая является более прогрессивной на эволюционной шкале в виде общества и государства. Поэтому успешность страны в нашей аксиоматике и в дальнейшем построении – это, конечно, никакая не прибыльность, не рентабельность, не конкурентоспособность, а степень достижения целей страны. При этом мы не возражаем и поддерживаем идею о том, что подходы, эффект затраты, такие меркантилистские, я об этом буду говорить, вещь важная, институт направления государственного должен быть эффективным, и там свои материалистические критерии и подходы действительно необходимы. Соответственно, отталкиваясь от этой аксиоматики, возможно выстроить теоретическую и практическую методологическую базу для применения на практике предлагаемых подходов. Представление о социальной системе очевидно подсказывает, что она неоднородна, существует множество групп интересов акторов, интерес которых законные необходимо учитывать. Смысловая развилка в подходе к государству, подчеркиваю еще раз и несколько раз буду подчеркивать, она вот такая, дихотомическая, означает некий экономический подход и подход, ну назовем его политический или ценностный и социальный подход. Наша аксиоматика и теоретическая пирамида, естественно, вот по этой траектории создается и развивается. Практические проекции тоже очевидны и актуальны, очень чувствительны. Если представить себе цикл государственного управления страной, отталкивающийся от ценностного выбора и завершающийся через цели назначения, через администрирование, исполнение результатами, которые должны корреспондировать с ценностью, то подход, выдвигаемый нами, включает всю эту цепочку, то есть он результативен по целям и по, вернее, когнитивно эффективен подход наш относительно возможностей цели реализации и реализации ценностей. Подход экономоподобный, он включает в себя только этап администрирования, и понятно, что вот эта дырка, белое пятно, оно заполняется, но заполняется теневым, лукавым образом, когда всеобщее благо подменяется частным, индивидуальным, это источник и коррупционных явлений, и источник деформации, и в общем неуспешности работы, соответственно, выстроенных государств. Эти два подхода порождают методологию построения методов оценки эффективности или успешности. Эффективность более тяготеет к управленческой тематике, успешность более к политической тематике. Меркантилистский экономический подход, он характерен почти в этой аналогии с паровозом и КПД. Некий эффект, некий затрат, сколько затратили рублей, сколько получили прибыль. Будет цитат еще впереди, правительство в 2009 году объявило, руководил им Путин тогда, мы на кризисе 2008-2009 года заработали. Вот это критерий в действии. Подход, который мы выдвигаем, успешность развития и агрегированный показатель для диагностики и управления стороной, это результаты развития, которые должны сопоставляться с публично установленными целями. Их соотношение будет выдавать в этом алгоритмизированном виде коэффициент эффективности управления и индекс успешности, к которому я подойду. И это является некой нашей инновацией на сегодня. Государство в либеральной концепции представляется, повторяю, как машина, которая продает услуги за налоги населению, но всегда можно увидеть и доказать, что существует бенефициар в таком подходе и в такой схеме. Кто он? Это богатое меньшинство плюс коррумпированный администратор с пожизненным своим самоназначением или самоизбиранием, а в проигрыше всегда оказывается большинство и социум. Но при этом используется такой подход для оценки эффективности. Откуда это взято? Вы видите, что схемы для государства и для фирмы предприятия на рынке в экономическом пространстве совершенно подобны. Это экономическое перенесение, догматика, либерально-рыночного подхода к социальной материи, каковой является общество и государство, это ключевая ошибка, которая порождает беспомощность всех остальных методик и методологий, теоретических якобы подходов. Если мы рассматриваем государство как социальную оболочку, то возможность лукавого и безнравственного бенефициариата исчезает, бенефициаром становится социум в своем законном большинстве, взаимодействие происходит с созданным им институтом и управленческой оболочкой в виде целеназначения и, соответственно, продукт деятельности в виде результатов развития. Отсюда вот подходим к той идеологии индекса успешности, о которой я буду в дальнейшем говорить в деталях. Какие цели у государства являются классическими, органическими этому подходу? Здесь не весь, естественно, перечень, но перечень достаточно очевиден. Это те компоненты всеобщего блага, которые делают форму интегрированного социума, как форму жизни, более эффективной, чем любой муравейник или любое социал-дарвинистское конкурирующее образование в борьбе за ресурсы. Понятны совершенно тезисы. 12 ценностей мы уже неоднократно выдвигали, как абсолютный идеальный портрет категориального человека, человека нравственного, человека коллективного, трудящегося, любящего мужчину, женщину, женщину, мужчину, рожающего детей и тому подобное. Ну пусть кто-нибудь возразит против этих ценностей, как абсолютных ценностей. Очень хочется посмотреть в глаза такому человеку. Это порождает соответствующий аппарат. Мы начинаем понимать, что агрегированный индекс успешности складывается из, точно так же, как ценностная цель, из субординированной системы ветвящихся целеполаганий в виде вот такой линейной сборки, хорошо известной на самом деле в индексах, которые считаются для очень многих сфер развития человеческой деятельности. Здесь мы видим и понимаем, что тема субординированности, значимости тех или иных целей и соответствующих результатов – это вопрос политического и иногда конъюнктурно-исторического выбора. Цель в этом подходе – это не то, чего хочется, а количественная характеристика предмета управленческой деятельности. Она абсолютно мерна, она мониторируема, и мы имеем возможность вот эту дельту всегда полагать как сигнал рассогласования для коррекции управленческой деятельности. В этом и смысл, помните, с чего я начинал. Иметь агрегированный показатель для того, чтобы делать вывод, правильным курсом страна идет или неправильным. Тема субординированности, аддитивности, цели полагания и, соответственно, функций цели, цели достижения – это очень серьезная тема. Вот возникает несколько вопросов о том, какие веса этим субординированным целям и результатам предаются, и вызов согласованности, самосогласованности их по управляющим параметрам выборов государственного управления. Ведь мы хотим, чтобы все цели одновременно были максимальным образом удовлетворены. Это не очень простая задача. Подтверждение того, что либеральный меркантилистский подход – это всего лишь частный случай, который характеризует такую аппаратную эффективность государственного аппарата, но эффективность чиновничества с оплатой его труда. Вот мы не отвергаем, а выставляем как одно из требований успешности государственного управления. Индексы хорошо известны, несколько докладов будут им посвящены. Один из докладов Дмитрия Дона, он будет посвящен нашим аппаратным подходам. Например, индекс конкурентоспособности всемирно-экономического форума. Видно, сколько входит в эту линейную сборку, но видны и проблемы. Проблема манипулятивности, потому что входят опросные экспертные данные, которые можно подвинтить куда хочешь. Проблема размерности – очень важная проблема, потому что килограммы с километрами и с градусами складывать невозможно. Проблема так называемых негативных параметров, потому что смертность, инфляцию складывать с приростом ВВП по очевидным причинам невозможно. Требование самосогласованности цели означает, что все эти максимумы по отдельным субординированным целям должны достигаться при одних и тех же назначениях управляющих или задаваемых в госуправлении параметров. Возникает представление о степени нелинейности в зависимости результата развития от назначаемых факторов, управляемых факторов. И вызов заключается в том, что мы обязаны вводить, это в инновации, которые мы сейчас предлагаем в научной дискуссии, мы обязаны вводить, кроме субординирующих весовых коэффициентов, еще и степень нелинейности. Но и это еще не все. Поскольку нелинейность как раз нам дает возможность ввести понятие позитивных параметров развития, рост ВВП, рост рождаемости, рост брачности, рост устойчивости, рост чего-то хорошего. А с другой стороны, эта степень позволяет увидеть обратную зависимость. Рост смертности – это плохо, это неуспешность. Рост инфляции – это плохо, это неуспешность. Заморозка общественной активности общества, как в нашей России, выключение национальных мозгов и креативности из приводных механизмов государственного управления – это плохо. Все вещи мерные верифицируемые, мы их вводим в свою линейную свертку. И это есть новация. Но есть еще одна новация – вот эта фазовая задержка, которая тоже должна быть помечена индексом И. И почему, откуда это вообще говоря возникает? Возникает это… Куда-то это пропало? Ну, не важно, еще увидим. Из той простой мысли, что сложная социальная система всегда имеет временную задержку между импульсом воздействия и достигаемым результатом. Например, хотим мы демографию подправить. Призвали всех повышать рождаемость. Но неизбежно пройдет 9 месяцев, прежде чем рождаемость улучшится. Вот такие фазовые задержки по разным управленческим воздействиям и результатам, они разные. И это порождает вот такой научно-аппаратный вызов. В итоге мы начинаем понимать, что связь между параметрами управляемыми, назначаемыми в управлении, и целевыми, которые характеризуют развитие страны, она определяет с некой сложной такой пространственной функцией, которая идентична для страны, для цивилизации, если хотите, и которой тоже можно управлять в виде, например, заданий тех самых длительных связей, рождающих фазовые задержки, а именно конституции, законов, управляющих отношениями, собственности, распределения, производства и тому подобное. Вызов заключается вот в зависимости и уровне нелинейности в управляющих параметрах. Легко показать, не легко, но возможно показать, что проблема унимодальности, то есть возможности нахождения этого оптимума, самосогласованного по многим осям управления, она действительно достижима. И многомерные поверхности, идентичные для каждой страны, что говорит о невозможности переносить управленческие решения чужого опыта на наш, это уже этап, так сказать, освоенный, освоено понимание того, что это фундаментальнейший закон живой природы, как в видообразовании в биологической природе, так и в вопросах успешности таких видов социальной природы, как страна. Нелинейность в основном тяготеет квадратичной, вот такой, это оптимистично, это примеры реальных сечений, одномерных, где индекс успешности по вертикали и управляемый параметром, например, доля госрасходов ВВП, которая в России валится вот сюда, доля госсобственности, которая в России валится сюда, а можно выходить вот сюда. Нелинейность оптимистична и по структурно-бюджетным назначениям на военные расходы, на науку, на культуру, на здравоохранение. И коэффициенты нелинейности в наших исследованиях показывают, что они лежат в диапазоне примерно от 0,6 примерно до 3. Причем эта вещь очень значимая, поскольку при выполнении условий вот этого оптима, например, брачность возрастает и одновременно, вот важное свидетельство о самосогласованности результатов, разводимость, распад семей минимизируется. Это, вы знаете, мне кажется, даже подход какой-то фундаментальной оптимистической задумки Творца, создавшего мироздание и социальной системы в том, что успешность принципиально достижима. Но для этого требуется выполнить простенькое условие, включить мозги и совесть, чтобы она была достигнута. Поэтому вот проблема самосогласованности на примере, скажем, минимизации инфляции и одновременного прироста ВВП, в отличие от того безобразия, которое творит Центральный банк России и российское правительство, на самом деле достижимо. Но при этом монетизацию страны надо увеличить во много раз относительно того уровня, который по заветам Кудрина на сегодня реализуется. Вот такие локальные двумерные поверхности оптимизации вот с этими макушками для позитивных параметров, минимумы для негативных параметров, это реальная вещь. А исторический вызов для нас выглядит, как эта реальная поверхность успешности в пространстве в результате факторного анализа пока еще виртуальных параметров, то есть не конкретно управляемых, но виртуально существующих, показывает, что все время мимо возможности достижения успеха в реальной практике и в временах Горбачевских в особенности, и во времена Ельцинские и, к сожалению, во времена Путинские. То есть наша с вами страна спускается по этому индексу вниз. Вот та иллюстрация, которую я хотел чуть раньше вам показать, откуда берется фазовая задержка. Берется она той простой причиной, что страна сложная, со множеством внутренних связей, которые даже трудно верифицировать, зафиксировать. Поэтому здесь очень подходящими являются статистические методы построения формул для достижения успешности. Почему индекс успешности относительно управляемых параметров должен обязательно иметь эту задержку фазовую, следует еще из одного нашего результата, в котором момент воздействия государственного управления в параметре коэффициент жизнеспособности страны, вот он для России, он в 17-м году показывает провал, в 91-м году показывает провал, показывает, куда мы сейчас движемся. И вот угрозой гибели государства будет посвящен доклад профессора Багдасаря, но мы реально движемся вот сюда. Обратите внимание на пороги устойчивости государства, которые дала историю. Ну это ближе к нам по времени, но не так далеко до него осталось. Это реальная угроза государственной власти России. Так вот, задержка между моментом государственного управления и результатом в виде полученных результатов развития страны для нашей страны примерно 6 лет. Вот если на сегодня принимаются глупейшие и смертельно опасные решения по встречным санкциям, по плавающему курсу рубля, там по таргетированию инфляции, так называемым, и еще целый ряд как будто специально придуманных губительных решений, то через 6 лет нужно ожидать мортального исхода для нашего государства, что актуализирует нашу с вами конференцию. Поэтому окончательная формула, которая позволяет операционализацию таким вот логико-философским, математическим образом предлагаемого индекса успешности в стране, выглядит вот таким образом. Мы имеем возможность установить значения субординирующих коэффициентов, степеней и фазовых задержек из временного регрессионного анализа тех статистик, которых достаточно много. И мы имеем возможность, я здесь обращу внимание на частный упрек, который получаю, акцентирую его. Ну что же вы в вашем центре, в вашей научной школе, в ваших трудах, все говорите, это плохо, это плохо, вот диагностируйте, критикуйте. А где ваши предложения? Где новый облик страны? Где те конкретные управленческие решения, которые должны принять там правительство, президент и парламент, чтобы страна получила иной облик? Мы этого не видим, мы за вами не замечаем. Где вы это все прячете? А мы не прячем. Новый облик страны, исходя из этих подходов. Конкретные назначения, вот они, конкретные назначения коэффициента монетизации России. И мы кричим, в Совет безопасности подаем эти цифры обоснования, Центральный Банк России, мы публикуем эти работы. А вот что реально сегодня? Доля госрасходов ВВП, параметры этатизма. Наши расчеты показывают, что должны быть таким, примерно как достаточно устойчивая Белоруссия. А сегодня это реально вот такое. Вот эту конкретную, только часть, одна, может быть, пятая часть, из тех абсолютно конкретных, практически государственно-управленческих рекомендаций, решений, которые отданы лицам и органам, принимающим решения. Есть проблема, связанная с тем, что измеряя вот отличным от портеровского подхода методом успешность, как уже не линейную, а не линейную сборку, мы впадаем в зависимости от количества статистических характеристик или тех самых субординированных целей развития страны. Но оказывается, это очень физично, что при определенном количестве этих параметров, вот их десятки, что в статистике актуально и совершенно как бы реалистично, потому что мы нашли около 70 управляющих и там 70 управляемых целевых параметров развития, что попадает вот в эту сферу и показывает, что с высокой статистической устойчивостью этот самый индекс успешности, вот эти параметры конкретные, является физической, состоятельной характеристикой страны, как сложной социальной системы, как объективной реальности, ровно такого же предмета, как физики, химии, математики, там, не знаю, строительных, архитектурных делах и так далее. И это доказывается тем, что индекс успешности чувствителен и верифицируем по очевидным таким доказующим обстоятельствам истории нашей страны, не только нашей. Вот его вычисление, это одно из первых вычислений на интервале смены советской модели нашей страны на постсоветскую модель. Мы видим в пространстве позитивного развития страны, какую черную роль сыграл Горбачев со своей перестройкой, фактически национальным предательством. Успешность страны стала снижаться. С точностью до квартала 1991 года переход в другую модель страны привел к тому, что наша родина стала неуспешной и до сих пор в этом состоянии находится. Вот период с 2000 года, период доминирования определенного лидера, определенной правящей группировки, определенного политического режима. Мы видим, насколько чувствительен этот индекс, например, в момент монетизации льгот, в момент кризиса 2008-2009 года. Насколько он чувствительно и ответственно показывает, что сейчас страна вползает в кризис. Это началось уже в 2013 году. Падение ВВП началось в 2013 году. Все остальное – это лукавство Росстата. Лукавство индексов типа Портеровского. Сравните, пожалуйста, хвостик нашего индекса успешности 12-й, 13-й, 14-й я еще покажу год. Вот он, хвостик, да, видите, для России. А вот что дает господин Портер и Международный Всемирный экономический форум. Вот эти же годы, но, оказывается, у нас та самая конкурентоспособность растет. Выгляните в окно, посмотрите, как падают доходы бюджета, сокращаются рабочие места там и тому подобное. Но конкурентоспособность-то растет. Молодцы россияне, молодец политический режим. Все делает правильно, все делает успешно. Это типичная манипулятивная технология, ровно такая же, как когда Кудрину вешали ордена в Вашингтоне за то, что финансовая политика, удушающая развитие страны, была наилучшей. Ну, с точки зрения ЦРУ, конечно, наилучшей. Зато и ордена вешали. Этот индекс успешности, как видим, очень чувствительный и ответственный, описывая все возрастающую успешность китайской модели с такими тонкими деталями, как точки перегиба 1991 года, как, как это называется, Китай, бенефицериат в кризисе 2008-2009 года. Соединенные Штаты, вот рецессия 2008-2009 года. Япония тоже. Эти картины показывают, насколько приведенный математический аппарат состоятелен с точки зрения природы того предмета деятельности управления, о котором мы говорим, нашей страны. А вот удивительно интересное применение к региональному развитию. На примере Московской области. Как индекс успешности позволяет увидеть фокусы статистического вранья, о котором я вам говорил, в окрестностях вот отчетного периода декабрь-январь, все время вот эти вот, но только тогда, когда дело подходило к приходу Шойгу, этого не было. При Воробьеве все фокусы опять начались. Очень видно, как меняют ситуацию с успешностью региона. Губернатор. Замечательно видно, как так называемый рейтинг губернаторов, который публикуется широко в администрации президента, применяется. И используется для назначения и для снятия губернаторов в регионах, как он не совпадает с реальной успешностью управления развития регионов. Значит, есть покупные назначения, есть глупые назначения, есть коррумпированные назначения. И это все резервы успеха нашей страны, если их реализовать. Эти подходы, о которых я рассказываю. В целом, вот в том многомерном пространстве множество факторов управления, руля на корабле туда, ручку газа сюда, там тормоза, подкрылки, конечно, имея в виду страну и ее параметры. Ставку, рефинансирование, с которой безумствует Центральный банк, внешнеторговый оборот, ВТУ, распахнуться миру и впасть в десуверенизацию страны и так далее. В этом пространстве мы сегодня имеем дело вот с такой моделью, той самой функции F, с той самой связью с успешностью нашей страны. Убогая модель, неуспешная модель, да и хуже того, даже по этой модели принимаются решения типа встречных санкций, которые двигают страну в сторону снижения ее успешности. Так из этой теории, из этого аппарата вытекает, что первое, мы можем совершенно осмысленно для страны задать иную модель. Мы можем принять такие оперативные управленческие решения, которые переведут нас на поверхность этой модели, и которые по поверхности этой модели начнут нас двигать вверх, а не вниз. Вот как это прогнозируется. Это тоже специальным, так сказать, фирменным способом коллективного разума, построенный прогноз индекса успешности для России. Вы уже видели вот эту часть, так сказать, свершившуюся в виде индекса успешности. Вот он, монетизация, вот он, кризис 2008-2009 года. Вот здесь мы сейчас находимся. Несмотря на все выдумки и лукавства в Министерстве экономики, правительства, которые говорят, что нам все ни почем, и санкции ни почем, и цена на нефть ни почем, и вообще это все. Мы ползем вниз. И ползти будем еще до 2020 года, после чего начнется резкое оздоровление страны. Это оптимистический прогноз, но никогда такие оптимистические прогнозы без усилий, к сожалению, часто без трагедий, не происходят. И вот этот вызов 2020 года, это вызов не только к руководству страны, но и вызов к нам с вами. А мы сможем предотвратить те издержки, которые в такие моменты возникают, и может быть можно все-таки перейти к оздоровлению страны раньше на основе понимания и уважения достижений настоящей науки, а не болтовни под названием постиндустриальная экономика и так далее. Поэтому выводы из этого комплекса, комплекса работ, я начинал с логикой философских моделей, необходимых, заканчивая операционализированным аппаратным методом государственного управления. Государство – это принципиально не рыночная категория, оно управляется по другим законам, которые надо понимать и применять. Успешность государства – это достижение публичных целей, прежде всего всеобщее благо, никакой нерентабельности и конкурентоспособности. Цели государства – это система субординированных целей, которые выбираются в обществе из органических позиций, они производны иерархично по отношению к главной цели всеобщего блага. Отсюда и модели устройства государства как конститута, государства социальной справедливости, интересов большинства и так далее. Совершенно фундаментальный вывод. Измерение движения главной цели государства возможно с помощью предлагаемой методики, предлагаемого агрегированного показателя индекса успешности. Он на самом деле реальная физическая величина, которая и иллюстрирует, и эксплуатирует представление о том, что человеческое сообщество, государственные агломерации, есть форма жизни, объективный объект нашего мироздания. Для России в актуальном плане видно и бесспорно, что ее успешность снижается, снижается к порогу устойчивости государства, грозящего тем же, что случилось с Советским Союзом в 1991 году. И главным ответственным обстоятельством за это сползание является неудачное, неуспешное, ошибочное или диверсионное в каких-то элементах государственного управления в нашей стране. Непонимание важнейших базовых вещей, ориентация на ошибочные догматики либерально-рыночной теории. На одной из предыдущих конференций по безопасности мы несколько лет назад выдвигали тезис, кто-нибудь может помнить. Опасность номер один, угрожающая России, это ее собственная государственная и политическая власть. Прошло несколько лет. Вот этот эксперимент, в свете предлагаемой методологии анализа, совершенно иллюстрирует и доказывает тот тезис. Ну и оптимистически, естественно, финал. Тысячелетняя страна свою историю не прекратит. Во имя этой цели, вкладывая наш маленький скромный вклад, мы собрались с вами и сегодня. От понимания до распространения понимания в широкие круги и применения на практике, в общем, траектория вполне очевидная и преодолимая, осваиваемая, чего я нам всем и нашей стране желаю. Спасибо.